Любовь Михайловна, столетний юбилей театров встречает в новой реальности, это время пандемии, QR-кодов. Это как-то повлияло на зрительский интерес, на актерский состав? Ну, к счастью, на актерский состав это никак не повлияло. Мы остались в том же составе, который у нас существовал. Мы справились, надеюсь, с пандемией. Мы все привиты, весь коллектив театра, все сотрудники. И очень надеюсь, что мы болеть не будем. Я очень надеюсь, что все-таки спада зрительского не будет. Но загрузка зрительного зала на 50%, она, конечно, все равно напрягает, до сих пор напрягает. Потому что есть спектакли, на которые у нас всегда стопроцентная продажа. У нас средняя продажа была заполняемость зала в районе 85-90%. Поэтому мы, конечно, очень серьезно потеряли. Но надеюсь, что это когда-нибудь все равно закончится. А если говорить о зрителе, вы можете вычленить некий срез? Кто есть зритель драматического театра? Там может быть возраст, сфера занятий, профессия? Единственное, я могу сказать, что зритель в театре молодеет. Пушкинская карта показала, что спектакли нашего театра востребованы молодыми людьми. Мы очень рады, что такая есть программа. Очень благодарны, потому что когда молодой человек выбирает между банкой пива и билетом в театр, ну не каждый выберет поход в театр, кто-то выберет банку пива. Там или, я не знаю, там какое-то другое развлечение. А сегодня молодой человек может купить себе банку пива и билет в театр. В инстаграме у знакомых все чаще вижу, что они фотографируются в театре. Это вновь становится модным или что происходит? Совершенно верно. Вот вы правильно сказали, вы совершенно правильно определили. Когда я пришла в театр, я всем коллегам своим сказала, ребят, давайте сделаем так, чтобы в театр было ходить модно. Молодые люди обсуждают в сетях свое посещение, выкладывают фотографии. Мы стараемся, чтобы у нас было всегда уютно, приятно. Стараемся, вот все, что мы делаем, кроме репертуара, да, это вот какие-то встречи, творческие лаборатории, читки и прочее, прочее. Это все для того, чтобы привлечь внимание зрителей и рассказать им, что у нас интересно. Мы сегодня обращаемся к современной драматургии, это модно. Мы стараемся поставить классические спектакли таким образом, чтобы это было интересно и старшему поколению, и молодежи. Ну, в общем, как-то вот, надеюсь, что у нас получается. А что сейчас востребовано у зрителя? Вот, к сожалению, в наше очень грустное такое время, все больше и больше в последнее время хочется людям отдохнуть, хочется каких-то комедий, и все время спрашивают, даже в кассе, вот кассиры говорят, спрашивают, а комедия, вот, а чего у вас веселенького можно посмотреть? Но при том, при всем, совсем не комедия, а спектакль «Интуиция». Сегодня просто вот рвет все рейтинги у нас. Мы сегодня в течение двух суток продаем билеты на спектакль «Интуиция». «Интуиция», билеты востребованы, народ идет, и это не комедия. Это как раз спектакль, который заставляет задуматься о том, что же мы делаем сегодня здесь, и что нужно каждый день жить как последний, чтобы потом там не было мучительно больно, не хотелось вернуться и что-то переделать. Если вернуться к юбилею театра, сто лет – немалый срок? Какой путь проделал театр за это время? Сто лет – немалый срок для человеческой жизни. Я считаю, что для театра это, в общем, такой достаточно юный возраст, и первое столетие театр… Чего театр достиг? Театр достиг того, что он пользуется вниманием зрителей, вот это самое главное, потому что если мы востребованы зрителями, это хорошо, мы сегодня стали заметны не только алтайскому зрителю, и вот то, что мы попали в лонглист звезды театрала, потом теперь мы уже в шорлисте звезды театрала, и до 30 ноября будет голосование, и дальше война-план покажет, на каком мы месте окажемся. Но то, что мы уже в шорлисте, то есть мы в тройке лучших региональных театров, я думаю, что это, в общем, такое… Вот, 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 все, вот мы к юбилею театра пришли с какими-то определенными рейтингами, и это хорошо. А вот сейчас кого или чего театру не хватает? Я думаю, что все равно нам нужен художественный лидер. Как бы там ни было, нам нужен главный режиссер, который бы взвалил себе на плечи. Но их, к сожалению, не делают. Их нужно самим взращивать. И мы так далеко находимся от наших двух столиц основных, что сегодня молодые люди не хотят взвалить на себя этот груз, потому что этот груз – это, в общем, это очень нелегкая задача, да. Нужно же быть мамой, папой и дедушкой, и бабушкой для вот этого большого количества людей, понимать, что вот кому что нужно, подбирать репертуар вот таким образом, чтобы все были заняты и прочее. Они сегодня стараются поставить спектакль хороший, красивый, добротный, и больше не нести никакой ответственности. Но я очень надеюсь, что мы найдем такого человека, который, в общем... Они в основном живут в всей столице, даже если они столичные жители, они там снимают жилье. Они ездят по театрам, ставят спектакль, возвращаются. И потом сегодня режиссер, востребованные режиссеры, талантливые, которые могли бы это сделать, они сегодня, поставив там 5-6 спектаклей в год, получают сумму, которая несравнима ни с какой заработной платой главного режиссера. Поэтому здесь должны быть, в общем, в первую очередь, какие-то такие моральные амбиции у человека, да, создать свой театр. То есть это реально современная проблема? Это проблема. Не только драмтеатра? Нет, это не только наша проблема. Это проблема многих и многих и многих театров, особенно театров, которые региональные, которые далеко от столицы. В отношении молодого поколения сейчас все чаще говорят, что у них страх ответственности. И вы это тоже ощущаете, да, даже в плане подбора? Да, но я вам хочу сказать, что, не знаю, наверное, нам повезло так, что ли. У нас молодые артисты наши, они достаточно ответственные молодые люди, и я не ощутила какого-то такого страха, потому что они, в общем, нам все нравится, как они себя ведут и как они не боятся работать и отвечать за то, что происходит. Ну, наверное, знаете, даже это не страх ответственности, а какая-то такая лень внутренняя, что ли. Это же надо взваливать на себя чего-то там. То есть в этом плане представители театра современные уже как минимум чуть-чуть отличаются от старой школы? Да, конечно. Ну, они, конечно, другие. Они же все равно живут в этом обществе, они воспитываются в этом обществе. Они, конечно, совершенно другие. Они по-другому воспринимают все. Они люди, которые там родились вместе с интернетом. И, в общем, ну, это надо воспринимать так, как оно есть. А сложнее работать с ними? С ними интересно работать. С ними интересно работать. Они совершенно другие. Они по-другому воспринимают действительность. Они быстрее соображают, где взять, достать какую информацию. И когда с ними общаешься, хочется же тоже соответствовать. И поэтому так подтягиваться под них, подстраиваться. Поэтому нет-нет, все хорошо, все замечательно. Про планы. Что вы планируете на ближайшие десятилетия? Куда двигаться? Я думаю, что самое главное, чтобы вот эта вся болячка закончилась, которая сегодня мешает нам всем жить нормально и развиваться. И я думаю, что в любом случае, вот самое главное, чтобы существовал зрительский интерес и зрительская любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!